Продолжение следует... 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 Диана Владимировна говорила, что линейка за эти годы существенно расширилась. Практически все международные названия, которые используются в мире, находятся в Российской Федерации или уже зарегистрированы, или будут зарегистрированы в ближайшее время. Четыре препарата, не зарегистрированные в Российской Федерации, это Теидин, Декстроморамид, Дигидрокадеин. Дигидрокадеин был зарегистрирован в шоу-с рынка из-за невостребованности. И шесть МНН, которые используются в мире для обезболивания, у нас в Российской Федерации запрещены для использования в медицинских целях. Это список номер один, в который входят метадоны, гидрокадон, оксиморфон или шпангол. На этом слайде представлено то количество лекарственных форм наркотических препаратов, которые применяются в международной практике в России. Мы посмотрели, что в мировой практике в основном применяется 16 лекарственных форм, которые вы видите на таблице. Так вот, в Российской Федерации из этих 16 форм уже 13 лекарственных форм или зарегистрированы, или находятся на стадии разработки и регистрации. Единственное, что мы не будем делать, это мы, наверное, не будем делать лентинцы для рассасывания с морфином. А трансдермальные, трансмуказальные пленки, растворы букальные, ректальные, капли для применения, назальные спреи, все эти лекарственные формы будут внедряться в Российской Федерации. Здесь мы видим динамику расширения номенклатуры наркотических и психотропных препаратов, которые внедряют наше предприятие. Если в 2013 году у нас было 16 препаратов в трех лекарственных формах, это растворные лекарственные таблетки, таблетки букальные, в 2019 году у нас уже 7 лекарственных форм, добавляются у нас сублингвальные таблетки, таблетки с пролонгированным освобождением, трансдермальные терапевтические системы, растворы для приема внутрь. И к 2022 году у нас еще будут растворы для ректального введения, бухгального применения, пленки трансмуказальные, спреи интерназальные или ангелизаты. Это очень важно, чтобы у врача имелась возможность иметь под рукой наркотические препараты во всех лекарственных формах для удобства использования таким тяжелым пациентом, как палеоактивным пациентом. Это показывает график у нас, динамик расширения номенклатуры, который внедряется нашим предприятиям, который применяется для детей. Здесь мы тоже видим, что уже к 2020 году у нас будут для деток и капли для приема, к 2022 году капли для приема внутрь, растворы для ректального и бухгального применения и пленки трансмуказальные. Я не буду нашу номенклатуру рассказывать, единственное, если мы посмотрим на морфины, неинвазивные лекарственные препараты короткого действия, раствор для приема внутрь и таблетки, там у нас идут звездочки. Сейчас они зарегистрированы с показаниями до 18 лет. Сейчас проходят клинические исследования. Мы ожидаем, в зависимости от того, как будет идти набор пациентов, потому что дети – это особая группа, конечно, мы тут испытываем сложности, но эти лекарственные формы будут в инструкцию введены показания детишек с двух лет. Продолжение нашей номенклатуры, следующий слайд. Ну и вот те успехи, которые, я считаю, наше предприятие достигло за период, начиная с 2016 года, это перечень препаратов, которые мы смогли зарегистрировать и внедрить в производство и начать поставку в субъекты. Это попракцион таблетки, сублингвальная, лазепан таблетки, психотропа, мегазолам, раствор для реекции, морфин таблетки короткого действия, морфин, раствор для приема внутрь, трансдервальная антипетическая система у нас появилась, собственного производства, субидем таблетки и лазепан таблетки. Хотелось бы отдельно остановиться здесь на морфине, то, о чем говорили в первой сессии почти все спикеры, что морфин должен быть доступен, должен быть доступен короткий морфин. Так вот, сейчас наше предприятие выпускает морфин, раствор для приема внутрь, такие лекарственные формы, как морфин таблетки короткого действия, очень ограниченно применяются нашими субъектами, нашими врачами, а морфин, раствор для приема внутрь, вообще удобная форма, который выпускается в трех дозировках, на 2020 год забило всего 12 субъектов, всего 12 субъектов. То есть это очень серьезный вопрос о том, что, наверное, наши субъекты не знают, как пользоваться препаратами короткими действиями. У нас очень небольшая просьба профессиональному сообществу, сейчас идет пересмотр клинических рекомендаций, включить короткие формы морфина в клинические рекомендации. Следующий слайд будет посвящен теме расчета потребностей. Надо сказать, что в 2012 году Международный комитет по контролю за наркотиками и ВОЗ разработали руководство по исчислению потребностей, вещества, которые находятся под Международным контролем. В период с 2016 по 2020 годы в Минздравом России была обновлена нормативно-правовая методическая база, регламентирующая нормативы расчета потребностей. И международные нормы были имплементированы в наши национальные нормативно-правовые акты. Два основных приказа, которые нашим Минздравом были разработаны в 2016-2017 году и уточнены в 2019 году. Это 917 приказ об утверждении нормативов для расчета потребностей в наркотических и психотропных и фикарственных средствах. И приказ 913 о утверждении методических рекомендаций, который вышел сейчас в новой редакции в виде приказа номер 120-21 февраля 2020 года. Совершенно свежеприказ. Вот что изменилось в 913 приказе? Мы считаем количество смертность у нас составило от злокачественного образования, ВИЧ-инфекции и иных неизлечимых прогрессирующих заболеваний. В общем, где-то 810 тысяч человек в Российской Федерации. Из них в наркотических средствах нуждалось и нуждается в среднем от 290 до 300 тысяч человек ежегодно. Это больные последнего года жизни. Так вот, в приложении 3 к методическим рекомендациям, там где устанавливается рекомендуемый коэффициент распределения по наркотическим препаратам, произошли изменения. Так повысилась доля неинвазивных лекарственных препаратов короткого действия, это ниже, 17%, это было 10%. Снизилась доля инвазивных лекарственных препаратов короткого действия до 8%. И наркотические лекарственные препараты пролонгированного действия тоже вместо 60% снизились до 35%. Снизились объемы пероральных лекарственных препаратов за счет внедрения препаратов короткого действия. Это морфины, а впереди у нас еще оксикадон и гидроморфон короткого действия, пленки трансфоказальные. Так что субъекты при расчете потребностей должны опираться на эти рекомендации. Здесь выделены три нозологии, злокачественное новообразование 20%, смертей людей, которые умерли за прошедший год, не требовали обезболивания. Это терминальная стадия ВИЧ, инфекции, где-то 50% пациентов требуют обезболивания. И иные незречимые прогрессирующие заболевания, из которых 90% не требуют обезболивания наркотических анальгетиков, но 10% требуют обезболивания наркотических анальгетиков. Если говорить о схеме формирования плана распределения в Российской Федерации, то это постановление правительства 558 от 26 июля 2010 года. И мы знаем, что все эти заявки формируются на основании заявки, которые рассчитывают юридические лица. Это медицинские учреждения субъектов. Все начинается с них. Дальше эти заявки сводятся в субъекте Российской Федерации, обобщаются, корректируются. И до 15 октября они подаются в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, которые позднее 1 декабря формируют план распределения и выдают его нам, как производителям, и экспортерам, и импортерам, и выдают в субъекты. Вот я хочу сказать, что этот план распределения, эти заявки, они могут ежеквартально корректироваться. Субъект имеет право, в случае, если он неправильно рассчитал потребность, дозаявлять эту потребность. Я хочу сказать, что за первое полугодие 2020 года многие субъекты воспользовались этим правом, дозаявили заявки. И у нас по отношению к началу года, то, что мы имели, да, 1 декабря, заявку от субъектов, и то, что мы имеем сейчас, потребность увеличилась где-то на 20% дозаявились субъекты. Это существенно. У нас еще впереди полгода, и субъекты должны посмотреть, как следует, на препараты и в случае необходимости дозаявить их. Дальше вот то, чем мы занимаемся в рамках, как бы, поручения, которое нам доведено со стороны администрации президента, со стороны дорожной карты, это мониторинг, как бы, комнаты выборки наркотических средств и субъектами Российской Федерации. Конечно, достигнуты очень большие успехи. Конечно, Диана Владимировна правильно, наверное, тоже говорит, что мы в начале пути. Но, посмотрите, по сравнению с 2014 годом, заявленные потребности субъектами увеличились в 4 раза. Выборка субъектами в 9 раз. В 9 раз, то есть, увеличилось потребление наркотических аналитиков. И расчетный уровень обезболивания увеличился в 7 раз. Конечно, это большая комплексная работа. Тут объединены были все. Это и администрация президента, правительство, руководители ФАИБов. Все вы их знаете. Это Минздрав, Минпромторг, Россия, Росздравнадзор. Конечно, это наша ассоциация профессиональных участников хосписной помощи внесла огромный вклад. И социально ориентированные некоммерческие организации. Все мы их хорошо знаем. Это фонд помощи хосписам Вера. Это благотворительный фонд детский полиатив. И фонд «Подари жизнь». Здесь мы видим, как бы графически, да, мы видим, как потребление неинвазивных аналитиков увеличивалось в субъектах Российской Федерации. Если в 2014 году потребление достигало 50 тысяч упаковок, то в 2019 году это уже 600 тысяч упаковок неинвазивных наркотических аналитиков. Это рост в 900 процентов или в 9 раз. Ну, очень такие серьезные цифры. А на этом графике представлен, ну, условно, да, мы как бы приняли такой, как бы для себя критерий, ну, как каким-то образом расчетно понимать, какое количество больных могло бы получить наркотические аналитики, если бы наши субъекты получили эти медикаменты. Так вот, мы брали выборку фактическую с субъектами. И если бы эти все медикаменты для больных были использованы в субъектах, то в 2014 году количество этих пациентов было всего где-то 25 тысяч человек. А в 2019 году это уже 200, там, 200 с лишним человек, почти 240 тысяч человек или 80 процентов от больных, которые нуждались в обезболивании. Динамик. Дальше она. Ну, это график, как бы, как у нас наши федеральные округа вообще поработали в 2019 году с этим, и как сложился расчетный уровень обезболивания. И мы видим, что у нас обезболивание более 80 процентов сложилось в Северо-Кавказском федеральном округе, в Южном федеральном округе, в Центральном федеральном округе и в Приволжском федеральном округе. То есть у нас Южный федеральный и Приволжский федеральный округ сделали очень серьезную, существенную работу. Пока у нас вот Уральский федеральный округ отстает, отстает он из-за двух крупных субъектов, это Челябинск и Свердловск. И пока уровень обезболивания там составляет от 70 до 60 до 70 процентов, но я думаю, в этом году ситуация изменится. Особенно Челябинск серьезно подтянется, судя по тому, какие объемы они заели на этот год. И так осуществляется выбор там. Вот посмотрите, как у нас расчетная потребность федеральных округов выросла по отношению к 2019 году. В Южном федеральном округе на 30 процентов, в Приволжском федеральном округе на 13 процентов, в Уральский федеральный округ почти плюс 30 процентов. И вот, к сожалению, мы видим, что Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ потребность свою снизили от 3 до 7 процентов заявленных. Так что я думаю, вот этим округам надо посмотреть субъекты, мы вышлем эти данные, которым нужно подтянуть, подтянуть свою заявленную потребность. А на этом слайде мы видим уже результаты за 5 месяцев 2020 года по отношению к 5 месяцам 2019 года, как у нас увеличивался выбор. Посмотрите, какие цифры. Южный федеральный округ за 5 месяцев выбрал на 126 процентов больше медикаментов, чем за 5 месяцев 2019 года. Приволжский федеральный округ почти на 100 процентов больше, Северо-Западный плюс 20, и потребность у них меньше, и выборка у них не с таким природством идет. Уральский федеральный округ плюс 80 процентов, Сибирский федеральный округ плюс 90 процентов, Центральный федеральный округ 30 процентов, тоже как бы выборка пока несущественная. И я бы даже сказала, что в основном эти 28 процентов идут за счет очень большой выборки Москвой в первом полугодии наркотических аналитиков. Дальний восточный федеральный округ показывает хорошую динамику 154 процента, и Северо-Кавказ в 215 процентов. То есть динамика очень положительная. Здесь мы видим уже в цифрах, что мы здесь видим. Мы видим, что заявленная потребность на 20-й год при 100 процентной выборке ее субъектами составит расчетный уровень обезболивания вниз. Вот, 100 процентов. Вот, 100 процентов. Нет, нет, давай. Значит, если в 20-м году наши субъекты выберут свою заявленную потребность, то расчетный уровень обезболивания составит 100 процентов. Но мы видим, как бы от округа к округу это разные цифры, и в Москве это почти 120 процентов, Сибирский федеральный округ это может быть почти 100 процентов, Дальневосточный 105 процентов, Северо-Кавказский 115, Уральский 90, Центральный федеральный округ даже на 90 не дотягивает, Приволжский федеральный округ 100 процентов, Северо-Западный 90 процентов, тоже вот самый низкий, как был уровень. И Южно-Федеральный округ 105 процентов. Показатели очень хорошие. Если мы посмотрим на 2019 год, мы вышли на 80 процентов расчетного уровня обезболивания, и на 2018 год, когда расчетный уровень составлял 70 процентов, то 2020 год у нас может получиться очень хорошо, если субъекты поработают с выборкой. Но надо сказать, что все-таки в 16 субъектах Российской Федерации расчетный уровень обезболивания при 100 процентной выборке составит ниже 70 процентов. Ну здесь графически представлены, как у нас округа, начиная с 2018 по 2020 год, рассчитывался этот уровень обеспечения нуждающихся больных неинвазивными наркотическими аллитиками. Вот эта красная стрелка, мы видим, она как бы тренд идет вверх, и вот загообразная по федеральным округам. То есть мы видим, что у нас серая как бы стрелочка. Южно-Южный округ в 2020 году достигнет хороших результатов, Приволжский федеральный округ, Северокавказский федеральный округ и город Москва. То есть надо подтянуться субъектам, о которых я говорила, в федеральном округах в следующей статье. А вот это то, как распределяются каллиативные пациенты, которые получали обезборивание лекарственным препаратом, лекарственным формам в 2019 году. Как бы до этого мы смотрели Привказку 20-й, таким образом, да, нужно формировать свою заявку. И по факту что сложилось? Значит, наши субъекты в основном используют трансдермальные терапевтические системы. 50 процентов пациентов получали трансдермальные терапевтические системы. Несколько снизилось, было, конечно, до 70 находилось потребление трансдермальных терапевтических систем. Пероральные формы пролонгированные почти 30 процентов, тоже количество увеличилось. Короткие формы, инвазивные формы у нас 10 процентов занимают. И 2 процента неинвазивные формы короткие. То есть практически, практически не используются неинвазивные формы короткого действия. Одна минута. Так, вот два слайда. Значит, здесь представлены субъекты, 29 субъектов, которые имеют 52 процента упаковок от расчетной потребности, 40 процентов под числа нуждающихся больных в Российской Федерации и 122 процента пациентов от расчетного количества больных, которые получат обезболивание. То есть 100 процентов выборки. Вот посмотрите эти области. Дальше на слайде, как бы будет видно, я не буду перечислять. Это наши лидеры. И следующий слайд. Людмила Владимировна, у вас есть еще 7 минут. Всего 9 процентов от расчетного количества потребностей по плану распределения, хотя 15 процентов больных от общего количества нуждающихся находятся в этих субъектах. Всего 7 процентов упаковок от общего объема реализации в РФ они имеют. И 8 процентов пациентов, которые получат обезболивание, вот видите в конце, Вологда, Владимир, Тула, Челябинск, Псков, в общем-то все те же как бы лица. И дальше, если останется время, ну кратко совсем о новых возможностях, но может если не хватит времени, я не буду говорить. Да, 61 закон позволил нам производить закупку незарегистрированных наркотических и психотропных лекарственных препаратов не только для конкретных пациентов, но для группы пациентов. Это очень важно в случае, если имеется решение врачебной комиссии. Значит, теперь федеральный консилиум не требуется. Следующее. Для этого определена номенклатура. Для этого разрешено Минпромторгам, субъектам на основании решения врачебных комиссий делать заявку на психотропные лекарственные препараты. Причем они могут сделать буфер, заложить потребность на 25 процентов больше. Сейчас Минпромторг собирает эту заявку, это эдеральная амплатура, которая может являться. Она, кстати, используется в палеотире. И та же схема формирования заявок, как и в 558 постановлении практически. Ну, собственно говоря, все. Если какие-то будут вопросы, я буду рада ответить на них. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok